Крысы, как и люди, социальные существа. И на основе этого был изобретен коварный способ борьбы с ними, который называется крысобой или крысиный волк. Отлавливались десяток крупных и здоровых особей, изолировали их в одной бочке и не давали еду. По истечению времени оставалась самая сильная и злобная особь, которая перебила и съела остальных. За время пребывания в бочке ее нравственные принципы изменились. Такую психологически сломленную и сильную крысу выпускали, например, в трюм корабля, где она воспринимала крысиное сообщество не как равноправных сородичей, а как легкодоступный ресурс, который поможет ей выжить. Ее психика приняла это, и социального барьера больше не было. И крысобой методично истреблял популяцию, утоляя голод. Либо вся крысиная стая просто уходила с места, где орудовал крысиный волк. Но иногда крысобоя обнаруживали по запаху как угрозу и душили толпой обычные крысы, тем самым спасая остальных.